Для отборочного тура вокалисты записывали видео по двум направлениям – песня о родине и эстрадная композиция. После чего компетентные жюри мастера в области вокального исполнения оценивали конкурсные работы и выбирали лучшего исполнителя. Кроме этого, зритель сам мог определить понравившегося певца. Для этого все видео были опубликованы в социальной сети Instagram, где прошло честное голосование. «Областной конкурс проходит среди эстрадных певцов. В течение двух лет мы организовываем такие мероприятия. Из-за пандемии приостановили. Данный конкурс проводится в рамках празднования 30-летия независимости, а также становления города Кокштау к культурной столицей страны. В конкурсе приняли участие около 20 участников из 17 районов и двух городов». По итогам отборочного тура в Кокштау прошёл галоконцерт с участием финалистов, где собралось 13 исполнителей. Каждый из них был нацелен на победу. «Каждый участник подготовил свою песню в жанре Родины. Все песни либо о Родине, либо о любви к ней. Надеюсь, сегодня победит сильнейший. Также организаторы конкурса постарались сделать много призов, ценных. Причём я считаю, что это будет неплохо. Это начало, тем более сейчас осень. И думаю, мы потихонечку возвращаемся, так сказать, к нормальной жизни после пандемии. И данный вокальный конкурс станет первым шагом к успеху». Награждение имена победителей были самыми волнующими моментами мероприятия. Асулжан Пербергенов приехал из Астраханского района. Пройти финал вокального конкурса для него было важно. И сегодня он занял почётное призовое место, получил диплом третьей степени. «Очень рад, что участвовал в конкурсе «Ансюйген Кирбескокштау». Я выбрал песню Филиппа Киркорова «Любовь, похожая на сон». Её я исполняю давно. На отборочном этапе я волновался. Но сейчас я с воодушевлением приехал в областной центр». По итогам конкурса гран-при завоевала Марьям Тачиева из Адбасарского района. Первое место у Сулеймена Улжасулы из Аршалынского района. Второе занял Ауэльбек Шахна из Кокшетау. Отметим, участникам конкурса вручили памятные призы и почётные грамоты. Александра Гауэрт, Медед Кайркенов, Берег Манаб, Кокщик-Парад.